У такой надворье у себя справа у капелюши, без якого нельга выйти на улицу, как бы не захвореть, а выбрать модель сабе по гости пропонуя капелюшный вернисаж. Культурно натхниться запрашая и галерея Савицкого на выставе латвийского живопису, а у белдяш филармонии можно послухать романсы Свирыдова. Палитра самых цикавых культурных падей у Лары Сагулякевич. Философская выстава живопису латвийской масташки Силвы Линарты под назвой «Адлюстраванья» наполнена позитивной радостью и гармонией, что вот так не хапая у восенские дни и вечары. Экспозиция открылась у масташкой галереи Савицкого. У Минск приехали 25 работ Силвы Линарты, якая представляет латвийскую школу живопису и выкладала у Латвийской державной мастацкой академии. Гармония, позитивная радость и аскетизм характерны для мастацства Силвы. Выстава представлена арт-центром имя Марка Ротка у Дагаупился и промеркована до 25 годя дипломатичных относин по меж нашими краинами. Латвийская школа живописи требует в процессе обучения четкие тональные отношения, сопоставить каждое пятно по насыщенности, по цвету. Это то, что стараются детям учить в школьном возрасте. Творческая работа – это уже что-то другое. Каждый ищет свой кирпичик в общем здании и находит какие-то свои приемы, свое видение. Романсы и песни Йоргия Свирыдова в окананне четырех солистов Беликого театра Беларуси на сцене Белдяш Филармонии у гэтую суботу. Рубрика «Променад» трапила на репетицию концерта. У дельники музычной гостёвни и четыры мужчинские голосы. Народный артыст Беларуси Владимир Пятру, тенор Александр Мехнюк, молодый бас Дмитрий Капилов и барытон, ведомый по проекте «Великая опера» Илья Сельчуков. У концерте с двух отделений у прагучать песни и романсы Йоргия Свирыдова на верше Пушкина Маяковского Бернса. Во-первых, потому что это гений 20 века, безусловно. Во-вторых, потому что я специалист по русской камерной музыке. Ну, а в-третьих, потому что Свирыдову можно послушать только у нас. Вот так сложилось всё-таки до сих пор, что Свирыдова любят, но поют нечасто. Воси дошакалися, капелюшный вернисаж, что год проходит на передо дни зимы. Дамские аксессуары и капелюшики самых розных фасонов и модных напрямков от дизайнеров белорусских и замежных. Пять годов за пару Минску сбираются майстры головных уборов на капелюшный вернисаж. Всё лета их 30 с Беларуси и разных городов России. Головный убор – это прыгожий и функциональный аксессуар, который надает шарм женщине и подкрысливает ее особливость и стиль. Для одних это подороже у историю, для инших – модная деталь гардеробу. Экспозицию так само упрыгоживают картины, ляльки и аксессуары. Зменить свой образ с допомогой элегантного головного убора можно будет на капелюшном вернисаже до третьего снежня на Свардлова-4. Не с умных выходных и до наступной пятницы!